Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Делюсь с вами кадрами из нашего окна, как красиво распускается каштан под окнами. Я каждый день любуюсь на эту красоту, единственное, сегодня немного ветреная погода, но в целом стоят очень теплые апрельские дни. Сегодня, ребят, будет влог из квартиры, будем вместе с вами наводить чистоту и порядок в комнате старшего сына, будет для вас мотивация на уборку в комнате подростка. Также будет большое расхламление и поговорим с вами на одну очень интересную, как мне кажется, тему. В общем, всем желаю приятного просмотра! Я уже в комнате, двигаться я здесь буду по часовой стрелке. Сначала хочу постирать покрывало с кровати и постельное белье. Показываю вам здесь, что покрывало уже не первой свежести, здесь кто-то даже ручку успел почеркать, так что сейчас все это буду отправлять в стирку. Вообще, ребята, у меня сегодня будет такая тщательная уборка и расхламление в этой детской, не могу назвать ее генеральной, потому что я не буду здесь, например, мыть окно, также у меня остался неразобранным шкаф, но все равно я переделала много дел, и я скажу более того, я собиралась сделать такую уборку и расхламление еще год назад, но у меня так и не дошли до этого руки, можете меня поругать. Но дело в том, что в прошлом летом мы купили дом, и все это закрутилось, завертелось с домом, с участком, с садом, и квартира, как вы поняли, отошла на второй план. Но все-таки я рада, что сегодня дошли у меня до этого руки, а связано это с тем, что у Льва, у старшего сына начались каникулы, он у нас сейчас заканчивает шестой класс, учится по триместрам, и вот как раз второй триместр завершился. Сейчас ему не нужно в этой комнате делать уроки каждый день, поэтому вот я выбрала день в первой половине дня, чтобы здесь все тщательно прибрать. Сразу отправляю комплект постельного белья и покрывала в стирку, у нас в этой стиральной машине большой барабан, загрузка на 9 килограмм, так что все туда поместится. У меня у детей по одному комплекту постельного белья, не вижу в этом ничего страшного, поэтому утром я, как правило, стираю, быстренько все высыхает за день, и перед сном я им стилю свежее постельное белье. Стирать я сегодня буду вот таким гелем для стирки от российского бренда Королева Яблонь. Гель предназначен для ухода за всеми видами тканей. В состав геля для стирки входят биоразлагаемые продукты, в нем нет вредных фосфатов и агрессивных паф. Я последнее время для стирки выбираю средства большого объема, потому что у нас семья из 5 человек, мы стираем каждый день, иногда в день по несколько раз. И у геля Королева Яблонь большой объем 5 литров, так что хватит его надолго, ну и плюс, конечно же, приобретать большой объем это всегда очень выгодно по стоимости. Я выбрала гель для стирки с ароматом молодильная яблоня, для меня это аромат весенних цветов, аромат цветущего майского сада. И мне очень понравилось, что у геля аромат не резкий, не приторный, когда белье высыхает, то остается очень нежный и тонкий аромат цветов. Кстати, у бренда Королева Яблонь есть собственная технология внедрения натуральных природных ароматов в продукцию, наверное, поэтому ароматы такие не химозные, а именно природные. Здесь, забегая вперед, показываю вам результат уже после стирки, покрывало высохло, постелила его гель, все прекрасно отстирал, даже чернила от ручки, и комната наполнилась очень приятным ароматом. Ребят, в своих видео я всегда вам показываю то, чем действительно пользуюсь по уходу за домом, какие интересные новинки нахожу, что мне нравится, поэтому сегодня искренне делюсь с вами ссылкой на этот продукт. Приобрести его можно на маркетплейсах, ссылочка будет под видео, и, конечно, буду ждать комментариев с вашими отзывами после использования геля Королева Яблонь. Продолжая свою уборку, хочу сейчас помыть полы, освобождаю их, у меня тут дети играли в лего, и, как это всегда бывает, когда начинают играть наборы все собранные, но к концу игры уже все раздолбанное лего, и никто не хочет его собирать. Отодвигаю кровать, чтобы за ней тоже тщательно пропылесосить и помыть полы. Вообще, ребята, на будущее у нас эта кровать должна переехать в комнату к младшим детям, потому что точно такая же кровать у нас стоит у Родиона, у среднего сына, и вот эта кровать перейдет кроме к младшему сыну. Ну и визуально в их спальне две одинаковых кровати, конечно, будут лучше смотреться. А сюда, Льву, по нашему дизайн-проекту мы купим кровать серого цвета, чтобы она подходила под интерьер его диска, и я думаю, что будет красиво. Это комната площадью 8,5 квадратных метров, и я очень рада, что нам удалось здесь разместить и кровать, и шкаф с другой стороны, потому что изначально, когда квартиру мы покупали, это было невозможно сделать, потому что проем был сдвинут, можно было поставить только кровать. Мы перегородки сносили, выстраивали заново, выкладывали проем так, как нам нужно, и кровать у нас шириной 80 см, поэтому все здесь вот так вот удачно вписалось. У меня, кстати, на канале, ребята, есть подробное видео с преображением спальни, где я показываю эту комнату до ремонта, вот в таком состоянии, каком мы ее купили. Все подробно рассказываю, так что, если вам интересно, можете это видео посмотреть, оставлю подсказку. Может быть, кто-то напишет, что здесь не хватает декора, но у нас здесь одна стена такая акцентная с листьями. Мне, кстати, очень нравятся обои в этой комнате, вообще, мне кажется, что здесь обои самые классные во всей нашей квартире, поэтому, я думаю, за счет такой акцентной стены много декора здесь и не нужно. Тут наблюдательный пункт Рыжика, причем это он сам сюда запрыгнул, ему не особо удобно, потому что полка, не сказать бы, что свободна. Ну, давай, давай, оп, вообще, очень прыгучий кот, да, Рыжика? Ты прыгучий кот, ты прыгучий кот, ты такой прыгучий кот, молодой еще, да, молодой еще. Смотри, какой он, мне нравится. А, Кусака, ты такая Кусака, Кусака, ух, какой, а, хищник. Сейчас бросится, вот какой свирепый. Теперь я перехожу к уборке и расхламлению в другой части комнаты, а именно на столе письменном и на подоконнике. Показываю вам здесь картинку до, какие здесь груды тетрадей, исписанных эти тетради остались у Льва еще с предыдущих классов, начиная с первого класса. Я давно здесь не перебирала все, Лев, конечно же, не дает ничего выкидывать. Вы знаете, многие пишут, что расхламляться, проводить уборку нужно обязательно с детьми, нужно у них все спрашивать, нужно это тебе или не нужно. Вы знаете, ребят, я считаю, что это все очень индивидуально. Есть такие дети, которые, ну, действительно будут как-то рационально подходить к уборке, будут все расхламлять. Но у меня дети не такие. У меня будет, грубо говоря, драка за каждую бумажку. Лев скажет, что мне все нужно, и если не убирать и не расхламлять ничего в его комнате, то скоро в комнате будут жить не люди, а бумажки, тетрадки, игрушки и так далее. Поэтому вот в моем случае я провожу уборку без него, без ребенка, и не вижу в этом ничего криминального. Так что буду сейчас все просматривать, тетради, учебники. Кстати, много учебников у Льва осталось, ну, первые части, которые были в начале учебного года, и они еще лежат, ждут конца года, когда ребята отнесут их, сдадут в библиотеку. Так что они здесь тоже место занимают. Забегая вперед, скажу, что я не все здесь расхламила. Я перебрала все тетради, но мне уже, знаете, я уже так устала, поэтому я только от части тетрадей избавилась. Но все равно нужно еще тщательно все просмотреть. У нас много тетрадей осталось с каждого из классов, начиная с первого класса. И можно сказать, что большинство тетрадей у нас осталось. То есть мы их практически не выкидывали, я там какую-то часть относила в макулатуру, но это очень маленькая часть. Лев ничего не дает выбрасывать, ему все нужно. Но я все-таки считаю, что, наверное, от каждого класса нужно, ну, несколько тетрадей оставить на память, особенно там первые классы, да, там начальная школа. И, конечно, очень много тетрадей копится за пятый, шестой класс, потому что ребята там уже больше пишут, больше решают. Тетради меняются с катастрофической скоростью. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Вы сразу выкидываете тетради или, может быть, в конце учебного года, либо вы тоже вот как мы копите. В общем, напишите, ребят, мне будет очень интересно почитать, как у вас обстоят дела с тетрадями. Также здесь нужно провести ревизию в ящике писемного стола, потому что я здесь год, как я уже сказала, не убирала ничего, и у льва там все подряд, и провода, и ручки, и списанные стержни, и новые стержни, и какие-то мелочи. Я думаю, вы сами увидели, какой хаос в ящике. И, ребята, мне наверняка кто-нибудь напишет, что почему у вас ребенок сам не проводит уборку, почему он сам этим не занимается, он уже взрослый. И я уже даже короткое видео-шорт снимала на эту тему, что ребенок не убирает за собой, не убирается в своей комнате. И, может быть, кто-то скажет, что я сама виновата, что я ребенка не приучила. Вот, ребят, еще раз рассказываю, я льва приучала с самого-самого детства. Встречается такое мнение, что мы избаловали ребенка. Я тоже не могу сказать, что мы его баловали. Я с самого раннего детства объясняла, что нужно убирать за собой. И я сама по себе человек такой, что я люблю вокруг себя чистоту, порядок, уют. Ну, вы знаете, да, по моим видео. Поэтому я априори не могу так жить, да, не могу не приучать ребенка к чистоте. Поэтому я ко всему этому приучала и считаю, что все-таки, наверное, процентов 10 – это воспитание, и процентов 90 – это то, какой ребенок приходит в этот мир, с каким характером, с какими качествами. И у нас вот как-то так, что лев не убирает в своей комнате. Он максимум, что может сделать – это игрушки за собой прибрать, когда ему что-то надо. Или повесить одежду на вешалку, если я прошу, тоже опять-таки, если я что-то ему пообещаю. А вот так вот, чтобы была от него инициатива, там, не знаю, заправить кровать или прибраться в ящики. Нет, такого у нас нет, и я не знаю, я не знаю, как к этому приучить. Так что вот так, ребят, пожаловалась я вам немного. Ну, опять-таки скажу, что мне кажется, все-таки склонность к чистоте, к перфекционизму, к наведению порядка, она идет от каких-то личных качеств. Я просто смотрю, например, на Родиона, на среднего сына. Он совершенно другой, и он такой с малых лет, вплоть до того, что он там игрушки все расставляет красиво, ровненько, и он наводит вокруг себя чистоту, он одежду аккуратно складывает. И причем это не потому, что мы его, родители, просим, а он это делает сам. Ладно, закроем тему уборки. Я, на самом деле, сегодня хотела с вами на другую тему поговорить. На фоне, пока я здесь навожу порядок, сегодня хотела поговорить с вами на такую тему, что делать, как быть, если вы мама троечника. Или, другими словами, как нам, мамам троечников, выжить в этом мире. В мире, когда вокруг всех валятся успехами своих детей, школьников своих, которые учатся на пятерке, участвуют в олимпиадах, все у них получается. А нам, по сути, нечем и похвастаться, да, ребенок приносит тройки, четверти триместры заканчивает с тройками, и вот как вообще нам таким бедным жить? У нас Лев второй триместр закончил, по-моему, с двумя тройками по английскому языку, по истории. До этого, после Нового года, им выставляли еще оценки за предметы по полугодиям. Там, по-моему, тройка по обществознанию. По таким основным предметам русский язык, математика, литература у него четверки, по русскому языку он там даже стремится к пятерке. И мне уже сейчас, знаете, ребят, не стыдно признаться, что у меня ребенок учится с тройками, хотя первое время, я вспоминаю вот второй класс, когда он получил там первую двойку, и я плакала, и я очень сильно за это переживала. Сейчас я уже, как мне кажется, все эти моменты приняла, проработала. Я поняла, что мой ребенок — это не я, потому что я в детстве была круглой отличницей, и подсознательно я ждала таких же результатов от своих детей. Но сейчас я понимаю, что мои дети совершенно другие, они совершенно по-другому учатся, и у них совершенно другая жизнь. И вот когда я всю эту тему внутри себя прорабатывала, почему я так сильно переживаю за оценки льва, почему я не могу принять то, что он не учится на отлично, я поняла, что я в своем подсознании закладывала, что учиться на пятерке — это равно успех в жизни, счастье в жизни. То есть счастье человека зависит от оценок в школе, в университете. Но потом со временем я поняла, что на самом деле успешным, счастливым человеком может быть не обязательно человек, который был отличником в детстве. И троечники, они скорее даже более успешны во взрослой жизни, чем отличники. И вот лично мне, мои пятерки, мой перфекционизм даже, наверное, в жизни скорее мешает, чем помогает. У нас просто в обществе до сих пор есть такой момент, что быть троечником как-то позорно, получать двойки позорно. Вот когда ты отличник, когда ты ходишь на Олимпиады, тогда да, у твоих родителей есть чем гордиться. А если ребенок троечник, двоечник, то это позор для всей семьи. И вкратце сейчас вам расскажу, почему лев получает тройки. У него в основном тройки по устным предметам, по истории, английскому языку, обществознанию, по биологии часто бывает. В общем, по таким предметам, где учителя задают на дом читать параграфы, выучить, подготовиться к пересказу и так далее. И лев для себя решил, начиная с пятого класса, что он будет делать только письменные задания. Я его спрашивала несколько раз, говорю, лев, почему ты не делаешь устные задания? Кто тебе вложил в голову, что устные задания делать не надо? Объясняю, что такие предметы, как история, литература, английский язык, они такие же важные, как математика, русский язык. Но лев на этом не ответил, что я для себя так решил, чтобы упростить себе жизнь. То есть он не делает устные задания, чтобы ему было полегче. Отвлекусь немного от своих рассуждений. Показываю вам здесь, сколько тетради у меня отправится на расхламление. Конечно, я это выкидывать в мусорку обычно не буду. Это отправится в макулатуру. В конце этого видео я покажу вам, куда я отвожу мусор на переработку. А здесь, ребят, показываю вам конечный результат. Я не скажу, что мне вот все нравится, как сейчас здесь организовано. Я хотела бы в ящик писемного стола купить какие-то контейнеры или разделители, чтобы там было все более упорядочено. Плюс, как я уже сказала, нужно еще перебрать тетради. Но на данный момент я довольна, потому что я много всего расхламила, перебрала, почистила, выбросила. Единственное, ребят, мне вот не очень нравится, как здесь не оформлено окно. Здесь нет ни жалюзи, ни штор и немного неуютно. Я продолжаю свои домашние дела. Сегодня мне еще нужно погладить. Но у меня сегодня такая глажка быстрая, потому что нужно погладить только комплект постельного белья, недавно постиранный. И давайте продолжим свои рассуждения про школу и оценки. Я не могу сказать, что лев получает тройки и двойки, бывает, потому что он тупой. Нет, я это говорю не потому что его мама, а потому что у нас лев реально не тупой. Он очень умный мальчик. Он очень начитанный мальчик. И вы знаете, что я в своих видео неоднократно показывала, сколько книг он у нас прочитал. И у льва в начальной школе с 1 по 4 класс по технике чтения всегда было первое место. Он очень много прочитал книг. Больше, чем я за всю свою жизнь. Не побоюсь этого сказать. Он очень начитанный. У него грамотная речь. Он, мне кажется, вот в первую очередь из-за этого грамотно пишет, потому что визуальная насмотренность, да. Когда со львом разговариваешь, у него очень богатая речь, такие обороты речи. В общем, нескудная речь. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Также он и считает довольно хорошо. Ну, единственное, мне кажется, все-таки он больше гуманитарий. Когда с ним начинаешь учить стихи, он, в принципе, нормально запоминает стихи. Но вот в силу своей лени у него двойки и тройки. Так что вот такая, ребята, у нас ситуация. Причем я льву помогаю делать уроки. В первую очередь математику. Русский он как-то, ну, редко я ему помогаю. В основном вот я помогаю ему с математикой. И вы знаете, мне муж часто говорит, что перестань с ним делать уроки, перестань все контролировать. Он вот ничего не делает, потому что ты его так приучила. Он знает, что ты там ему поможешь, подскажешь, где-то там за него сделаешь. Но было такое несколько раз. Вот обычно у меня в конце года, там, апрель-май, когда я уже немножко расслабляюсь, перестаю следить за оценками, там, за домашним заданием, которое льву задали. И все, я смотрю, начинают сыпаться двойки-тройки. И я понимаю, что если вот я буду, как муж мне говорит, вообще не следить за домашними заданиями, за уроками, то там будут сыпаться сплошные двойки-тройки. И там за триместр даже по основным предметам там уже четверок не будет. Поэтому вот как-то я стараюсь держать на контроле. И в следующем году у нас будет еще один школьник, у нас средний сын пойдет в первый класс. Поэтому, наверное, мне будет тяжелее. Но, как говорится, не мы первые, не мы последние. Я надеюсь, что мы справимся. Так что поделилась с вами сегодня такой наболевшей, как мне кажется, у многих темой, каково это быть мамой троечника. Не стесняться это признать. Пишите, ребята, в комментариях, у кого похожая ситуация, как вы к ней относитесь, приняли вы эту ситуацию или бунтуете, что называется, не можете это принять. Мне будет очень интересно почитать. И, как и обещала, хочу показать вам, куда я отвожу мусор на переработку уже последние два года. Постоянные зрители уже знают. Приехал я в экоцент Собиратор. Он находится в Москве на Кавказском бульваре, недалеко от метро Кантемировская. Это экологический центр. Вы знаете, мне периодически пишут в комментариях, что, а, ну, в Москве все понятно, а вот у нас в городе такого центра нет. Могу сказать, что экоцентр Собиратор есть не только в Москве. Он еще есть в Краснодаре, в Воронеже, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Химках. Точные адреса вы можете узнать на официальном сайте. Здесь я вам показываю, как я раскладываю мусор или вторсырье, другими словами, по контейнерам. Здесь в экоцентре, кстати, все чистое, нет никаких запахов. Может быть, кто-то подумает, что здесь как на мусорке пахнет. Нет, ребят, здесь вторсырье привозят все чистое, поэтому здесь никаких запахов нет. Все контейнеры подписаны. Это, конечно, очень удобно. И если что-то не знаешь, то ты в любой момент можешь подойти к сотруднику экоцентра, задать любой интересующий тебе вопрос, и всегда все подскажет и расскажет. Мне нравится в экоцентре Собиратор ездить в будний день, потому что на выходных здесь очень много людей. С одной стороны, конечно, это радует, что все больше и больше людей узнают, что есть такие экоцентры. Даже мне несколько раз писали в комментариях, благодарили за такую наводку. Люди не знали, что есть такие центры. Так вот, выходные здесь много людей, а в будние дни, поскольку многие работают, конечно, здесь посвободнее, но вот мне как-то удобнее в будний день. Кстати, в будние дни я езжу на общественном транспорте, на метро и затем на автобусе добираюсь сюда. Ну, как-то мне это не в напряг. Потому что, знаете, тоже мне под видео часто пишут, что вот первая причина, где хранить мусор, вторая причина, а у меня нет машины, как добираться, третья причина, а это вот у вас в Москве только, а у нас такого нет. Ну, ребят, я считаю, что если человек захочет, то он найдет возможность, как сортировать и отправлять мусор на переработку. У меня, например, есть подруга, которая живет в городе Ульяновск, и у них там есть организация Втор Плюс, и там ребята сами приезжают за твоим мусором, и более того, еще и платят какие-то деньги за это. То есть, вот, например, в Собиратор люди сами приезжают по своей инициативе, ничего за это им не дают, то в других городах еще за это и платят деньги. Это, конечно, приятный бонус. Ну, и здесь в Собираторе, как вы видите, очень много фракций можно сдать. Тут и разные контейнеры, баночки от пищевых продуктов, и какие-то более мелкие фракции, например, зажимы от хлебных пакетов, блистеры от таблеток, палочки от суши, чеки. Кстати, ребят, чеки – это не бумага, они перерабатываются не так, как бумага, да, не так, как макулатура. И какие-то металлические предметы. На улице отдельно стоит контейнер со стеклом, в общем, здесь очень много фракций. Единственное, что в Собираторе не принимают, это стаканчики из-под кофе бумажные, но на самом деле они не бумажные, потому что там есть прослойка из фольги, если не ошибаюсь. И еще здесь не принимают лоточки из-под овощей. Так что делюсь с вами. Ну, знаете, если вы только начинаете этой темой интересоваться, я могу вам посоветовать. Начните хотя бы с малого. Начните хотя бы сортировать батарейки, да, потому что это одна из таких вещей, которая очень сильно загрязняет почву. Одна батарейка, она загрязняет несколько квадратных метров. От этого страдают насекомые, маленькие зверьки, которые живут в почве. Поэтому вот начните хотя бы с малого. Во многих магазинах сейчас установлены контейнеры для батарейок. Или еще принимают крышечки, стоят такие контейнеры, добрые крышечки. В общем, если как бы захотеть, если начать интересоваться, то, поверьте, можно найти в любом городе, куда можно сдавать мусор на переработку. Я надеюсь, что вам интересно было посмотреть это видео, интересно было посмотреть и послушать про Собиратор. Если это так, ребят, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. И, как обычно, жду вас в комментариях. Всегда очень рада с вами там пообщаться. На этом буду заканчивать этот влог. До встречи в новых видео. Всем пока!